Большим торжеством, которое накануне отмечала Православная Церковь, было празднование в честь святых апостолов Петра и Павла. В День их памяти богослужения прошли во всех храмах Челябинской области. Один из них, Петропавловский храм в городе Коркино, отметил престольное торжество вместе с правящим архиереем Владыкой Феофаном. Рассказывают наши южноуральские коллеги. В Челябинской епархии восемь храмов, посвященных святым Петру и Павлу. Один из них располагается в Коркино. К большой радости верующих, божественную литургию в честь первоверховных апостолов здесь возглавил архиепископ Феофан. Для православных приезд на престольный праздник правящего архиерея стал большим подарком. Владыку встречали хлебом с солью и подарили ему букет белых цветов. Храм в честь первоверховных апостолов единственный на всю округу. На богослужение традиционно собралось большое количество прихожан. Много в этот день было и причастников святых христовых тайн. Надо сказать, что коркинцы считают святых Петра и Павла своими небесными покровителями. И между собой называют Петропавловский праздник вторым днем города. На литургию приехали представители администрации и глава города Виктор Кунгин. Праздник это города Петра и Павла. Всегда торжественно у нас проходит. Владыка всегда у нас бывает. И мы с радостью его встречаем, потому что такое украшение службы происходит. Апостолы Петр и Павел много потрудились в распространении христовой веры и справедливо почитаются столпами церкви Христовой и ее первоверховными апостолами. Они оба мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день. Святой первоверховный апостол Петр, он, как говорит блаженный Августин, является как бы представительским лицом всех апостолов. В нем они имеют единство. Апостолы и вся церковь Христова, она единого духа. С апостолом Петром прославляется апостол Павел, который, хотя не входил в число 12 апостолов, но, как он сам о себе пишет, потрудился, быть может, и более всех. Впрочем, как он говорит, не я, но благодать божественная. Архиепископ Феофан поздравил Коркинцев с праздником и пожелал всем присутствующим быть такими же верными чадами Святой Христовой Церкви, как апостолы Петр и Павел, которые до конца своих дней несли Слово Божие людям. Владыка поблагодарил отца-настоятеля Сергия Гулько за его отличное служение и идеальный порядок в храме и храмовой территории. Любите Дом Божий, ибо Дом Божий – это та небесная лечебница, где вы сюда принося, чаще, конечно, со скорбями идете, но несите в храмы первоверховным апостолам Петра и Павла и ваши радости и благодарения, дабы не были только как попрошайки. Есть хочется, даже и не хочется, но уже сейчас просят не есть, а выпить. И вот дайте, и дайте, и дайте все время. Просите, и дастся вам, но и благодарите, и за благодарение Господь большую подаст свою благодать и свою милость.